Всем привет! В эфире «Универ Ньюз». А с вами я, Велевша Хакимова. Итак, смотрите сегодня. В КФУ состоялся семинар, связанный с инновационной деятельностью в сфере образования. Стремительно растет число специалистов САЕ «Эко-нефть» КФУ. Ученые КФУ разработали катализаторы, способные увеличить эффективность нефтедобычи. В КФУ продолжается цикл мероприятия, приуроченных к 215-летию со дня его основания. Так, 5 декабря был проведен товарищеский матч по хоккею между сборными командами «Казанский юлбарс» и «Казанского федерального университета» и «Гагарин Акбарсбанка». Мероприятие посетили ректор КФУ Ильшат Гафуров и председатель правления ПО «Акбарсбанк» Зуфар Гараев. А мы переходим к другим новостям. Более 100 человек прибыли в Казань для участия в семинаре, посвященном экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования, прошедшем в стенах Казанского университета. Все подробности в нашем сюжете. 5 декабря на площадке Казанского федерального университета состоялся семинар, связанный с экспериментальной и инновационной деятельностью в сфере образования. «Сейчас у нас система высшего образования в Российской Федерации претерпевает существенную трансформацию, связанную с внутренними инициативами в рамках нацпроектов образования и наука, так и внешними вызовами, которые сталкиваются Российской Федерацией, в том числе связанными с требованием экспорта российского образования. Наше образование должно быть конкурентоспособным. Безусловно, невозможно это сделать без тех инициатив, которые рождаются внутри университетов, но любая инициатива должна быть поддержана и для нее должны быть созданы необходимые условия для того, чтобы она развивалась до определенной степени и могла быть оценена ее эффективность». На семинаре был представлен ряд докладов, презентующих опыт университетов по реализации инновационных работ в сфере трансформации высшего образования, в том числе и инициатива КФУ. «Мы разработали некоторую инициативу, ее описали, и от инициативы затем можно уже транслировать другие университеты. Это задача как раз федеральных инновационных площадок. Одна из таких площадок работает и в университете. У нас постоянно есть инновационные площадки. Ранее такой площадкой была, например, система корпоративного и профессионального развития педагогических кадров. Деятельность этой площадки формально была прекращена в прошлом году, просто при истечении трех лет. А в текущем, в 2019 году уже началась деятельность новой площадки. Она связана с разработкой адаптированной образовательной программы по поддержке детей с расстройством аутистического спектра». Участниками семинара стали представители более чем 50 университетов Российской Федерации. «Сегодня молодежь приходит в вузы из школы, абсолютно готовая к другим формам образования. Поэтому сегодня задача современных педагогов, профессоров, докторов – понять желание, идеи современной молодежи и попробовать им дать те уникальные знания, которые могли бы сделать их успешными через 5-6 лет. Потому что именно эти ребята после вуза придут и будут менять нашу жизнь, нашу страну». Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюс. О том, что еще интересного прошло в Казанском федеральном университете, смотрите в нашем обзоре новостей. Руководство Елабужского района провело встречу с будущими педагогами, учащимися в КФУ. Главная цель визита руководства Елабужского района – подбор учительских кадров, которые смогут полноценно участвовать в реализации концепции полилингвального образования. Подробно об условиях работы в Елабуге студентам рассказал у руководителя исполкома Елабужского района Рустем Нуреев. Студенты, в свою очередь, интересовались условиями будущей работы и перспективами по благоустройству города и строительству значимых объектов. Во-первых, надо сказать, что 12 лет Елабужского района руководителя Ишат Рахадович Кокуров, ректор университета. Очень много его периода сделано, и, конечно, мы не можем как-то отставать от его темпа, в который он задал. Казанский университет принял представителей китайской компании Weidong Cloud Education Group. На встрече с руководством КФУ были обозначены пути возможного сотрудничества в ряде областей. Напомним, Казанский федеральный университет осуществляет многолетнее сотрудничество с университетами, компаниями и научно-образовательными центрами КНР. Основными направлениями взаимодействия являются гуманитарные науки, геология и нефтегазовые технологии, информационные технологии. Количество иностранных специалистов приоритетного направления «Эко-нефть» каждый год растет. С чем это связано, расскажет наш корреспондент. Число специалистов, вступивших в ряды научных сотрудников стратегической академической единицы «Эко-нефть» стремительно растет. Причем каждый третий из них иностранец. В Казанском университете приоритетное направление, связанное с нефтегазовыми технологиями, появилось в 2013 году, как раз тогда, когда появилась программа повышения конкурентоспособности в нашем университете. А уже отдельно, в дальнейшем, из этого приоритетного направления появилась стратегическая академическая единица «Эко-нефть». Благодаря проекту «5.100» Казанский федеральный университет, как и другие ведущие вузы страны, получили возможность увеличить количество молодых ученых, принимающих участие в исследовательских проектах под руководством научной элиты. Одна из важных задач и целей программы конкурентоспособности – это привлечение в ЛОН и Казанского университета талантливых ученых, как молодых, так и опытных. И, конечно, здесь очень важно привлечь не только ученых из России, но и из других стран, поскольку у них есть свои компетенции, свои интересные идеи, и они могли бы здесь их реализовывать. Стратегическая академическая единица «Эко-нефть» ежегодно принимает в свой коллектив научных представителей, от аспирантов до ведущих научных сотрудников института. Причем число зарубежных специалистов стремительно растет. Например, сегодня в САЕ работает много специалистов из Китая, Ирана, Ирака, а в 2019 году появились первые представители из Колумбии и Латинской Америки. Для этого мы активно общаемся со всеми странами, где в той или иной степени занимаются нефтяными вопросами, с базовыми университетами Китая, Ближнего Востока, Латинской Америки и других стран. И вот на основе этого взаимодействия мы формировали как раз те связи, которые позволили сегодня в нашем университете появиться большому количеству иностранных молодых ученых, которые работают по приоритетам в САЕ «Эко-нефть». Казанский федеральный университет имеет уникальную инфраструктуру и оборудование которого нет нигде в мире. Это отмечают и приезжие сотрудники. Большая часть научно-исследовательских проектов связана с повышением нефтеотдачи. Общая идея заключается в разработке передовых технологий в целях добычи трудноизвлекаемого углеводорода. На сегодняшний день идея привлечения молодых иностранных ученых в Россию активно обсуждается на всех уровнях. Поэтому и руководство КФУ создает максимально комфортные условия для работы как российских, так и зарубежных ведущих ученых. Ильвира Зорина, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Ученые приоритетного направления «Эко-нефть» Казанского федерального университета разработали катализаторы, которые способны увеличить эффективность нефтедобычи. Более подробно смотрите далее. В условиях стремительного повышения цен как на нефть, так и на энергию в целом особое внимание ученых приоритетного направления «Эко-нефть» Казанского федерального университета придается финансово доступным технологиям. Например, катализатор, созданный сотрудниками научно-исследовательской лаборатории «Внутрипластовое горение», способен улучшить качество нефти не хуже своего дорогостоящего прототипа, создаваемого на основе кобальта. Всем известно, что эра легкой нефти заканчивается. Существуют громадные ресурсы тяжелых нефтей. То есть есть ресурсы, но нет технологий. Чтобы добыть вот эти тяжелые нефти, нужны какие-то химические превращения, чтобы превратить вот эту тяжелую нефть в более легкий, более подвижный вид власти. Вот мы разрабатываем катализаторы, чтобы превращать более высокомолекулярные соединения тяжелых нефтей в более легкие фракции. Уникальность разработок ученых заключается в том, что катализатор активируется в пласте и превращает высокомолекулярные соединения в более невесомые фракции, которые делают нефть более легкой. Демонстрировать активность наших катализаторов и его влияние на нефть. Данные реактора позволяют нам смоделировать условия пласта. То есть это непосредственно температура, давление. И мы протестируем наш катализатор именно в таких реакторах высокого давления. В настоящее время технологии, разработанные учеными приоритетного направления ЭК-нефть, уже активно применяются на практике. Наши технологии уже широко применяются, уже внедрены в месторождениях ТАТ-нефти, уже закачаны катализаторы в Кубе. Это проект совместно с зарубежнефтью. Лилия Талипова, Веля Табасова, Универньюс. На этом наш выпуск подошел к концу. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok